Но здесь это постортодонтическая проблема С самого начала была пациентке У нее была также Это фотографии очень нехорошего качества Они сделаны из видео Это поэтому так выглядит А вот это 5 лет Вот прошло 5 лет Мы встретились Я не видела пациентку За это время она там успела Родить ребенка, посидеть дома Съездить за границу пожить В общем везде Но по сути у нее Рецидив случился только наверное На одном зубе на 21 Вот это вот Такая щелевидная рецессия Что-то с ней делать Она пока наверное не хочет Памяту эту операцию Где она сразу 12 зубов прооперировала Ну в общем и целом Это вот выглядит вот так Сегодняшний день Кто спит могут просыпаться Кто ждал имплантации А поговорим мы сегодня Поскольку все-таки есть отдельная презентация Это лекция по переимплантитам Забегать туда не очень было бы корректно Но в рамках мукоинговальной хирургии В области зубов и имплантатов Я бы хотела выделить Это тоже по сути переимплантиты Но называются они как дистрофические процессы В области имплантатов И характеризуются они такими признаками Как уменьшением объема тканей парадонта Или мягкотканного комплекса В области имплантатов Рецессия медисны В области имплантатов И уменьшением объема Межзубного сосочка Преимущественного по высоте Это такие признаки Которые могут Сигнализировать доктор Что что-то не в порядке Что что-то происходит в переимплантной зоне Причин у этого может быть очень много Во-первых Начиная от того В какую среду В какие условия был установлен имплантат Следующий этап Это что было сделано для того Чтобы там были хорошие условия Дальше идет уже вина ортопедов зачастую Когда неадекватная нагрузка Или временная даже коронка Может нивелировать усилия И пердонтолога И хирурга Постоянная неадекватная Ортопедическая какая-то конструкция Уменьшение объема ткани Мягкотканного комплекса В области имплантатов Или вокруг имплантатов Может быть причиной тому Костная дегесценция То есть отсутствие костной ткани Первичная или вторичная Неадекватная ортопедическая нагрузка И генетическая предрасположенность К дистрофическим процессам Что это значит? Это то, что мы немножко с вами сегодня касались Что такое биотип Тонкий-тонкий, толстый Почему у определенных пациентов Он всегда тонкий Как правило, гастеники Расположены глистрофическим процессом Не только внешне конституционально Но и в полости рта Что является для них маркером Поэтому работая, например, с ними Устанавливая имплантат В эстетической значимой зоне Или с наличием каких-то Слизистомышечных тяжей В боковом участке Надо всегда подумать о том Что уже позаботиться превентивно О создании лучших условий Для имплантата у этих пациентов Понимая, что через 5 лет Они, возможно, встретятся с проблемами Рецессия десны в области имплантата Что им способствует? Дефицит костной ткани В области имплантата Вследствие воспалительной деструкции Либо вследствие установки имплантатов Заведомо отсутствующей костной ткани Вестибулярно Что очень часто происходит При одномоментном удалении И установке имплантата Когда нет вестибулярной костной пластинки Устанавливается имплантат Засыпается графт Устанавливается мембрана В 50% случаев это не работает Истончается Все это рассасывается Истончается десна Мы получаем рецессию Она не всегда с воспалением протекает Зачастую просто классический Энтерофический процесс Тонкий биотип десны Тоже естественно способствует Развитию рецессии десны В области имплантата И установка имплантатов При высоком уровне Клинического прикрепления Что это такое? Это пациенты с Хроническим генерализованным Продонтитом Когда вы же устанавливаете Имплантат на уровень костной ткани Вы же не можете его поставить На уровне той десны Даже при толстом Хорошем биотипе Который у вас есть Вы все равно ставите не в воздух Вы ставите имплантат в кость Соответственно шахта имплантата Выше чем клинические прикрепления Рядом стоящих зубов И соответственно Как только вы даете нагрузку Или через какое-то время Мягкотканный комплекс Слопывается Уменьшается в объеме И вы получаете рецессию В лучшем случае У вас обнажен абатмент Ну а в худшем Резьба имплантата Если он еще там И немножко вестибулярно Резорбировался Потому что вы ставите Чаще всего Это при хроническом Генерализованном Продонтите происходит Такая высокая Имплантата Она дает Вот такие проблемы С мягкими тканями Поэтому Анализ ситуации В которой Произошла Рецессия Или Убыль Мягкотканного Комплекса Она будет диктовать И дальнейшее Лечение Уменьшение Объема Межзубного Сосочка Преимущественно По высоте Что этому Способствует Дегистанция Межзубных Перегородок Костных Пиков Неадекватная Ортопедия И тонкий биотип Почти везде Одни и те же Причины Решение У них тоже К сожалению Не очень много Мы на Переимплантитах Там Кто придет Или с какой-то Другой группой Будем разговаривать О том Что Вообще На сегодняшний день Какого-то Протокола Алгоритма Лечения Переимплантитов На самом деле Не существует Потому что Этой проблеме Ну Ближайшие 30 лет Да Описано Клинических Собранный Опыт Какой-то И пока Все проводится Эмпирическим Путем И вся Литература Которая Издана На сегодняшний день И англоязычная И итальяноязычная И русскоязычная На эту тему Она берет за основу Конкретный клинический случай И лечится В рамках Конкретного Клинического Случа Создание Какого-то Модуля Такого Запротоколированного Сейчас К нему Подошли Итальянцы И американцы На самом деле Они Начали Сейчас Разрабатывать Более Такие Стандартные Какие-то Решения Пока В области В основном Либо Воспалительно-деструктивных Процессах В области Имплантатов То есть Таких Агрессивно-воспалительных Переимплантитов Либо в области Вот таких Дистрофических Процессов Вот об этом Мы сейчас С вами поговорим Лечение Дистрофических Процессов В области Имплантатов На сегодняшний день Благоприятно Предлагать Только пока Двумя способами Это корональным Смещением С двуслойной Методикой Это в том случае Если у вас Рецессия В области Имплантата Если Уменьшение Тканей И рецессии Как таковой Нету То возможно Применение Туннельного Метода Это называется Метод расщепленного Кармана Первоначально Много лет назад Его предложил Рацкий Для лечения Рецессии Дисны Одиночных Сейчас он модифицировался Постепенно В этот расщепленный Карман С применением Свободного Диснио Детализированного Трансплантата В обоих случаях И там и там Мы применяем Эти трансплантаты Если у вас Есть возможность Его забрать С бугра Вы его забираете С бугра Если у вас Нет такой возможности Вы забираете Его с твердого Неба Используем Те условия Которые у нас Есть в данной Клинической Ситуации Трансплантат С твердого Неба Не хуже Работает Чем Трансплантат С бугра Вопрос Что когда Вы увеличиваете Именно Биотип Дисны Желательно Его взять С бугра Потому что Там Сама плотность И структура Соединительной ткани Если посмотреть На гистологические Срезы Там по другому Вообще Калагиновые волокна Расположены И именно поэтому Это будет способствовать Более Толстому Такому Более Утолщению Лучшему Увеличению Этого объема В области Имплантата Если у вас Это рецессия Вы все равно Все перекроете Слизь надкосичным Лоскутом В этом случае Можно спокойно Брать с неба Свободу Не с него Это расплата С неба И не заморачиваться Чем интересен Данный курс Мы с вами Живем Во времена Когда Нас Прессингуют В части Необходимости Применения Современных Импорта Замещающих Технологий Вот здесь Сидит Очень Такой уже Преданный Нам доктор Зульфия Бунисова Которая Работает Много 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 Лет Только В одной Той же Поликлинике Стоматологической Города Санкт-Петербурга Есть Еще один доктор Людмила Александровна Которую я не знаю Сколько знаю Ну наверное Лет 25 Наверное Примерно Так Вот И могу сказать Что она Тоже Верный Верный Такой Преданный Доктор Поликлинического Комплекса Но она Тоже Она Интересовалась Она Искала Новые Пути Применение Каких-то Новых Технологий И сказали Ну годы Через полтора Мы может быть Это купим Поэтому То что Сегодня Представила Мария Она На самом деле Уже Практически Без пяти минут Ученый Кандидат Медицинских Наук У нее Есть Патенты На те Материалы О которых Она сегодня Рассказывала У нее Очень большой Клинический Опыт Применения Этих препаратов Вы наверное Заметили фразу Да Что она Сказала А я Ничем Другим Кроме Этих Материалов Не пользуюсь Значит Мы можем Доверять Всецело Тому Что Она нам Сегодня Сказала И конечно Это маленькая Часть того Что она На самом деле Делает В своей практике Поэтому Я желаю Вам Всяческих Успехов И Спасибо Вам Что вы Так Мужественно Выдержали Сегодняшний Марафон Спасибо Алексею Спасибо Екатерине Спасибо Анастасии Спасибо Где Даша Даше Я так понимаю Что у нее Сегодня Боевое Священие Да Но во всяком Случае Спасибо Всем Стоматологам И не Стоматологам Которые Сегодня Провели Целый День Вот Здесь Да еще И в день Стоматолога Почти В день Стоматолога Поэтому Мы вас Всех Поздравляем Еще раз Днем Нашей Любимой Специальности И Желаем Вам Успехов Редактор субтитров Здравствуйте Меня зовут Андрей Владимирович Смельяков Великолепна Подача информации Организация Проведения И С удовольствием Посещу И буду посещать В дальнейшем Циклы Спасибо Мария Александровна Алексей Николаевич Мастер-класс Прошу Замечательно Мария Александровна Как всегда Умничка Все доходчиво объяснила И как она Это все Попыталась максимально И сложить всю информацию Чтобы это было доходчиво Нам Спасибо большое Организаторам Приходите Не пожалеете Все было хорошо На высшем уровне